Микс Ньюс Голова предмет темный, и следованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Диагноз недели». В студии в Риге работает Вадим Родионов. На удаленной связи, но тоже в Риге, врач-психиатр, ведущий программы «Ариэль Резник Мартов». И объединяет нас в эфире звукорежиссер Родион Золотарев. Здравствуйте, Ариэль. Добрый день. О чем сегодня мы будем говорить с вами? Мы сегодня будем говорить с теми, которые возвращаются регулярно на протяжении всей моей работы. Вопрос, который сдаюсь сам, который сдают мне мои пациенты. Каким образом травмированные люди находят друг друга и объединяются в самые разные пары, союзы и так далее? Неважно, семейные, дружеские, какие угодно. Каким образом женщина, которая была замужем, допустим, за алкоголиком и в мусорском браке рассталась с ним, среди множества окружающих ее мужчин обязательно, скорее всего, выберет другого алкоголика. Более того, она может выбрать его тот момент, когда он бросил пить, и ей никогда не признается, что он пил. Он выглядит абсолютно в этом плане безупречным человеком. И тем не менее, она находит в нем что-то и выбирает. Каким образом люди тревожные и от своей тревоги мучающиеся выбирают себе неспокойных и уравновешенных людей, которые могут их как-то скомпенсировать, успокоить, уравновесить, а таких же тревожных людей. Чем это можно объяснить? Есть какие-то алгоритмы поведения, которые знают психиатры? Я думаю, что это точно сформулировать трудно. Есть какие-то теоретические построения, которых можно много создать. Но вот все-таки понять, что движется одним человеком, это очень сложно. Это я бы назвал для себя так. Травмированный человек, травматик, он каким-то шестым или седьмым чувством чует запах травмы. Чует запах травмы в другом человеке, которое для него нечто очень привлекательное. Причем бессознательно привлекательное. Оно привлекательно не потому, что в этом хорошо, но привлекательно потому, что это очень хорошо знакомо. Я когда была пациенткой, я, по-моему, уже упоминал в одной из наших передач, у нее были тяжелые, мучительные отношения с мужчиной, очень садистические наклонности, который сбивал и был склонен к очень травматичному, жесткому сексуальному поведению и так далее. Она с ним долго, мучительно расставалась, потом встретила себе другого мужчину, вроде бы непохожего на мужа. И вдруг, когда они начали сближаться, она обнаружила, что она здесь все точно так же. И сказала такую очень грустную фразу «все такое родное». Вот эта боль, унижение, страдление, насилие. Для нее было все такое родное. И штука не в том, что ей такой человек встретился, а штука в том, что она как-то безошибочно и бессознательно почуяла запах этой самой травмы. Потому что человек, который так себя ведет, это, конечно же, травмированный человек. Ну, это ведь можно в какой-то степени назвать интуицией, потому что часто какие-то вещи, которые мы интуитивно совершаем, связаны с тем, что у нас есть опыт, есть бессознательные какие-то воспоминания. И мы думаем, что мы это не можем объяснить, но тем не менее, если мы проанализируем свою интуицию, окажется, что, в общем-то, это достаточно рациональная история. Здесь тоже, получается, интуитивный выбор в какой-то степени у человека срабатывает. Разумеется, интуитивный, потому что, во-первых, он бессознательный. Опять же, никто в здравом моменте твердой памяти не скажет, я хочу себе партнера с зависимостью, партнера, который будет меня просто купать в своей тревоге и страхах, партнера склонного к насилию и тому подобное. Все люди, когда их спросишь, кого ты хочешь, кого ты ищешь, скажут, хочешь любви, хочет тепла, хочет понимания. Ну, все знают, что это хотят. А вот почему выбирается другое? Этот выбор, естественно, бессознательный. Например, слово «бессознательный» здесь очень уместно. Он именно бессознательный. Я думаю, что то, в чём люди когда-то родились и развивались, и росли, это настолько отпечаталось в бессознательном, что с одной стороны, страхи, тревоги, унижения были настолько невыносимы, что эти ситуации были вытеснены в бессознательное. Потому что многие люди по ходу терапии вдруг вспоминают какие-то картинки из своего детства, ситуации, не самые приятные картинки, искренне этому удивляются иногда и ужасаются. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Ну, такой классический пример. Это хорошая девочка, которая встречается с плохим мальчиком. И, в общем-то, достаточно популярная ролевая модель, когда девочки из хороших семей выбирают не такой же, условно говоря, мальчик, я сейчас понятно говорю, в таких чёрно-белых тонах, но, тем не менее, очень популярная история. А выбирают плохих парней, хулиганов, даже бандитов. Это сплошь и рядом происходило, по крайней мере, я такие истории даже наблюдал. Это оттуда же получается? Вот поиск травмы получается? Хорошая девочка – это всё-таки такая же сомнительная формулировка «хорошая семья». Девочка из хорошей семьи, мальчик из хорошей семьи. Мы о чём здесь говорим? Мы обычно, когда такое говорят, это именно позиция стороннего наблюдателя, причём малоинформированного наблюдателя. Что такое хорошая семья? Это внешний оболочек, скорее всего. Да. И ни папа, ни мама не пьют, публично не скандалят, папа не пьёт маму. Вроде бы сохраняются все приличия. Дети накормлены, хорошо одеты, отведены в спортивные секции, кружки, ходят в школу, возможно, даже хорошо учатся. Вот она, хорошая семья. Такой внешний образ для окружающего мира. Что скрывается таким образом, что скрывается понятием «хорошая семья», это, бывает, настолько не совпадает с этой картинкой, что это настолько вопиющее несовпадение, что люди, которые узнали бы что-то подобное, наверное, пришли бы в изумление. Была вся эта пьеса, не помню, в 18-19 веке, что вызывалось «Хромой бес», где какой-то демон Люцифер или Мефистофель срывает с домов крыши и показывает герою жизнь обычных горожан, жизнь их семей. И студент обнаруживает, что, оказывается, добропорядочные бюрги, хорошие семьи, там происходит совершенно не то, что привык думать о них окружающими. Но, тем не менее, вот эта модель, когда... Ну, я попытаюсь сформулировать следующим образом. Девочка, которая хочет казаться хорошей, отличница, возможно, какие-то нравственные ориентиры она декларирует публично. И, тем не менее, она выбирает себе партнера, парня с сомнительной репутацией, опять же, в экспортном варианте. Вот в этом что можно найти? Некие противоположности притягиваются или что? Во-первых, вопрос, такие ли уж они противоположности. Я вообще, честно говоря, испытываю большое сомнение по поводу теории о притягивании противоположностей. Кажущиеся противоположности возможны. Противоположно ли на самом деле подобные люди? Очень сомневаюсь. Потому что противоположности с ним вообще разнополярны и с совершенно другими ценностями. У них нет общей территории какой-то, где их ценности пересекаются. Скорее всего, просто друг другу неинтересно. Вот вы можете представить себе человека, который вам абсолютно неинтересен, потому что у него с вами вообще другие ценности, интересы, приоритеты в жизни и так далее. Ну, если говорить просто об общении, то, в принципе, я думаю, что человек с другими ценностями мог бы быть мне интересен в общении, если он может их аргументировать. Другой вопрос, что мне не всегда интересны люди, которые с моими ценностями, потому что не совпадают не то что взгляды, а, в общем-то, нет какой-то дискуссии. Но это, наверное, тоже очень спорный вопрос. Опять же, что такое ценности? Есть ценности, которые мы декларируем, такие ценности для внешнего употребления, которые совсем не всегда соответствуют тем ценностям, которые исповедуются на самом деле. Но я думаю, что я не знаю, могу накидать некто себе людей, которые я могу себе представить, людей, которые мне, в принципе, не о чем говорить, не о чем проводить вместе время и так далее. И это не значит, что мне интересна сплошная рафинированная интеллигенция. Боже упаси, я сам не рафинированный интеллигент. Но я думал, что люди, которые по-настоящему нам чужды, они совершенно другие, обычно нам интересны, но к ним не тянут. Да, я с вами соглашусь. Но я хотел бы продолжить тему противоположностей. И тот пример, который я приводил с хорошей, условно хорошей девочкой и плохим мальчиком, не является ли это, опять же, история про травмы, которые пытаются таким образом как-то закрыть или, может быть, наоборот, усугубить эти контрастные пары, по крайней мере, пары, которые выглядят контрастными? Это не то, что травмы тянутся друг к другу каким-то образом? Во-первых, я думаю, вот звучит слишком психотерапевтично, что все истории – это в чём-то истории про травмы. История Ромео и Джульетта – тоже история про травмы. История Отеллы Дездемоны, короля Артура, его супруга Веневера, Иван Силот – это всё истории про травмы, на самом деле. Ну, Толстой Анну Каренину начал с того, что, как мы знаем… Да, тем более. Насчёт хорошей девочки, хорошая девочка, девочка, которую всю жизнь заставляют быть хорошей, по мнению родителей того, какой она должна быть, это совершенно разные вещи. Девочке, которая вынуждена быть хорошей, потому что она не искует давать, потому что она очень боится каким-то образом вызвать гнев родителей, или она чувствует гиперответственность за родителей. Потому что есть семьи, где мама расстроится, папа расстроится. Это совершенно страшный аргумент. При этом часто мама или папа знают, насколько это травматично, и там хорошо пользуются. Вот девочка, которая вынуждена быть хорошей, которая подавляет в себе самые разные желания, порывы, иногда они улучшительные, иногда они, как некий способ познания этого мира, в какой-то момент встречает человека, который на него очень похож. Просто он эти вещи никогда не подавлял. Возможно, эти вещи бесконтрольные вырвались снаружи, возможно, эти вещи, которые в общем даже деструктивны для него тоже. Но всё, что видит хорошая девочка, это то, чего у неё никогда не было. Это свобода в первую очередь. Это свобода проявления своих эмоций, это свобода проявления своих желаний. И пусть даже они деструктивны, это у подростков часто звучит, да, он, наверное, был, не знаю, отверженным в обществе, но зато он свободен. Такая очень распространённая фраза о свободе. Поэтому один из вариантов хорошей девочки, которую ищут хорошего парня, ищут плохого мальчика, это на самом деле общая травматическая основа, которая у них прекрасно совпадает. Известная фраза Маугли, «Мы с тобой, от моей крови ты и я», который его научил медведь Балу, чтобы сплеть со всеми угрызами, это вот «мы с тобой, от моей крови», это то, что всем своим поведением один травматик говорит другому травматику, они другого слышат и начинаются отношения. То есть при всём, казалось бы, внешнем несоответствии, это история про двух похожих людей. Вот та ролевая модель, которую я описал, она, в общем-то, показывает сходство, а не различие этих людей. Сейчас мы пришли к такому выводу. Да, да, и опять условность понятия «хороший» и «плохой», потому что это вообще условное понятие, а во-вторых, выносить подобные вердикты, определения, не зная основ, не зная, что происходит за закрытыми дверями вообще в этой семье, что происходит за закрытой дверью комнаты этого ребёнка. Мы не можем ни о чём судить, потому что, я скажу сейчас совершенно не преувеличивая, о семьях, которые обладают вроде бы безупречной репутацией, я слышал вещи от выросших детей, которые, честно говоря, передёргивают. Просто передёргивают. Жизнь бы не мог подумать, что интеллигентный взрослый человек мог так поступать со своим ребёнком или со своим ребёнком общего цена. Вопрос от Антона, который пришёл по WhatsApp. Он спрашивает, а есть ли противоположности встретились, но кто-то в паре стал недоволен партнёром и стал пытаться его переделать? Зачем изначально выбирать такого человека? Антон, выбор бессознательный. Никто это осознанно не выбирает. То есть, опять о противоположностях, выбор происходит бессознательно. Желание переделать, сделать его хорошим, не знаю. По идее, плохой мальчик, теоретически, тоже может пытаться переделать хорошую девочку. Переделать – это значит встроить в свою систему ценностей. Причём систему ценностей человек сам часто до конца сам сформулировать не может. Но он хочет сходства, он хочет слияния, он хочет превращения в нечто единое, целое. И для этого пытается переделать партнёра под себя. И есть грустные истории, когда партнёру от всего этого нехорошо, но он искренне, изо всех сил пытается переделаться. Просто с кровью, с хрустом он пытается втиснуть себя в какие-то чужие рамки. Боль не ему и плохо, но он очень старается. Как вы понимаете, ничем хорошим кончиться не может. История про подавление, потому что если мы говорим о травмах, о травмах, которые, может быть, не сразу заметны, насколько подавление в семье, подавление, которое потом уже переходит и человек начинает давить какие-то свои чувства и эмоции, распространённая травма сегодня? Ну, я думаю, что с одной стороны нынешние дети и подростки куда больше знают, что такое насилие, что такое неуважение их прав. Иногда, может, даже знают лучше, чем стоят. Они знают, что такое, что их нельзя бить, что их нельзя унижать. И, в общем-то, в этом как-то уже лучше. В этом уже лучше. они, конечно, могут от этого быть нахальными и так далее, но мне всё-таки кажется, если выбирать между нахальным ребёнком и забитым ребёнком, и запуганным ребёнком, то нахальный, конечно же, лучше. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Диагноз недели». В студии работает Вадим Родионов на удалённой связи врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. И у нас есть звонок, примем его. Здравствуйте. Как вас зовут? Да, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Да. Говорите, пожалуйста. Вот, уважаемые психиатры, скажите, пожалуйста, вот я считаю, что у каждого человека должен быть выход психической энергии в виде спорта, там, других, значит, вещей. Вот, например, японские предприниматели хозяева уже 50 лет назад ставили свою чучело и недовольные рабочие колотили его, колошматили и, значит, были довольны и хорошо работает. Вот. Потом у меня самого был случай в жизни. Я работал физруком в пионерском лагере и был там такой мальчик полный, безобидный, которого все обижали, особенно дети начальницы лагеря. Я подошел к нему и научил очень удар в челюсть такой резкий. И когда к нему пристали, он ударил этого самого главного сына. Но после этого его выгнали почему-то. Вот. Вот такие дела. Спасибо. Да, Арель. Я пока не понял, в чем же вопрос. Но насчет чучела начальника это, конечно, хорошо, чтобы сбросить агрессию. Но это нескольких влияет на накопление агрессии. Хорошо, что научили мальчика постоять за себя и не думать, что его выгнали из лагеря. Но вот я в этих случаях поставить технику удара в челюсть это замечательная вещь. Хороший удар в челюсть всегда пригодится. А вот дать ощущение, что ты имеешь право себя защищать, что никто не имеет права тебя безнаказанно унизить, это ценно. Если вы научили этому мальчику, то честь вам и хвора. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, пишите в WhatsApp 230-6191. Продолжая разговор о травмах, опять же, вспоминая историю одной девушки, которая приходила на кастинг, на телеканал, она очень, ну как мы говорим сегодня в таком стереотипном немного ключе, я по крайней мере ставлю так вопросы, потому что это показывает очень четко какие-то вещи. Такая хорошо одетая, очень спокойная девочка, которая хотела работать на телевидении. Потом она стала достаточно успешной порно-звездой. Вот эта история, опять же, про что? Как вы считаете? Это история исключительно про внешнее. Хорошая девушка в телевидении, девушка в нашей порно-звездой, опять, никто не знает, что у девочки внутри. Никто не знает, что к этому привело. почему девушка привела именно эту карьеру. Ну, строго говоря, кто-то может сказать, кто мы такие, чтобы судить девочку, может быть, порно-звездой наполнил жизнь смыслом. Трудно об этом судить заочно. Но количество путей саморазрушения у людей, оно неисчислимо. И что туда приводит, опять, вопрос отношения к человеку с самим собой, потому что травма, не будучи лечить, травма любая сначала бывает острая. Она нанесет. Она физическая в том числе. Если ее не лечить, она становится хронической. Помните, был когда-то эфир с доктором Бабинковым, остеопатом, где мы говорили о подходе к травме с точки зрения психотерапии и с точки зрения остеопатии. Очень похожая вещь. Да, много общего. Вот нелеченные травмы находятся хронически, начинают действовать. Да, Ариэль, слышите ли вы нас? Днедия человека. Вот. Поэтому мне кажется, что мы не можем судить никого и понять никого, не зная о нем хоть что-то. Я думаю, что у нас есть много историй классических. плохая девочка, сбившаяся пути, хороший мальчик, который тоже сбился с пути, друг с алкоголиком, игроком и бандитом. И еще много этих историй. Но у меня, наверное, с годами это наработалось. Ко мне приходят люди и эта печать травмы, она в них видна. В манере речи, в напряженности тела, в жестикуляции, в особом способе выражать свои мысли, в сразу видном отношении к себе. Это те вещи, которые я, очевидно, могу видеть, чувствовать и осознавать после многих лет работы своей профессии. Но с той же стороны, с другой стороны, те же вещи, люди, выросшие в травме, у которых опыт травмы свой многолетний пожизненный, это то родное, что они без слов узнают в другом. Они могут приглянуться и даже не осознав почувствовать ту самую близость. И дальше путь травмы, путь саморазрушения становится взаимным. Создаются такие травматичные или полутравматичные союзы. Это та ситуация, когда любящие люди друг друга понимают без слов или с полуслова. К сожалению, не только любящие. Люди травмируемые со схожей травмой, со схожей историей болезни, тоже друг друга понимают с полуслова или вообще без слов. Но травма это всегда путь к саморазрушению? То есть если с этой травмой не работать, если ее не прорабатывать, это билет в один конец? Или есть исключения и травма может приводить к каким-то положительным результатам? Смотрите, у нас была одна из наших старых передач, где приводились исследования, по которым, по результатам которых дети из плохих семей, из травматичного детства, некоторые из них получали очень суровую закалку. И благодаря этой суровой закалке их способности к выживанию, к воевыванию места под солнцем, к деланию карьеры, к достижениям были намного выше, чем у детей из благополучных семей. И, наверное, есть ситуация, эта травма, скажем так, консенсаторная механизма. Не знаю, условно, представься мальчика, которого в детстве били, он идет заниматься спортом, боксом, борьбой, еще чем-то, становится очень атлетичным, становится очень конкурентоспособным, он постояет за себя. Такая компенсация, то, если стал здоровее физически, способный себя защитить или других, это идет как компенсация травм. вопрос, куда они дальше эту компенсацию применят, это уже отдельная история. Мы не можем сказать, что травматичное детство это однозначно бесконечное разрушение. У нас все-таки достаточно уникальные личности, и мы сами большей частью, как всегда, бессознательны, большей частью осознанно, выбираем все способы травмой справляться, как с ней выживать в этом мире и находить хоть какую-то гармонию с окружающей средой. Если смотреть на это с точки зрения культурологии, то очень часто герой становится глубоким, таким, некартонным именно по причине того, что он пережил какую-либо травму, достаточно серьезную, психологическую, потому что это, во всяком случае, если мы берем кинематограф или берем литературу, история такого погружения, то есть человек, который пережил травму, он глубже, в том числе в понимании мира, в понимании себя. Насколько вот эти образы соответствуют действительности, как вы считаете? Человек, переживший травму, он становится глубже, хотя все относительно. Не все вспоминается по тому поводу, то, о чем мы читали в детстве, или почти все, книжку про Томаса Сойера и Геккальдерифина. Недавно как раз эту тему поднимала литературный критик Галим Лизипович, я вспомнил свои ощущения. В книжке читаешь, первое, Томас Сойер, детские приключения, Томас Сойер, мальчик, живущий в корольской семье, у него это поле, и он такой шалун, ну и шалун. А Геккальдерифин, мальчик, выгодший у отца алкоголика и преступника в нищете, прошедший через достаточно тяжелые испытания, и в общем-то видно, насколько он взрослеет, насколько он глубже, и насколько книга о его приключениях глубже и серьезнее, чем книга о приключениях Томаса Сойера. Я думал, что травма о травме рознь. Травма бывает, когда ребенок родился не в той семье, травма бывает, когда ребенок или взрослый, теряет близкого человека, это тоже травма. Не всякая травма результат злонамеренности людей, бывают травмы результат, что называется, судьбы для какого-то семейного сценария, который передается из поколения в поколение. То есть мы не можем всегда говорить, что травма это плохо, что травма это неизбежно. Мы все получаем свою порцию травмирования, так или иначе. Надо сказать, что травма всегда плохо и разрушает, но в неправильном. Травма дает нам возможность глубже осознать себя, развить те самые компенсаторные механизмы, которые будут что-то новое. Травма, в конце концов, энергия преодоления от травмы это очень мощная энергия, она тоже нам многое дает. Вы вопрос, знаете, это старая поговорка, что русскому здорово, то немцу смерть. То есть то же самое, для кого-то травма будет стимулом для развития, а кого-то эта травма уничтожит. Но здесь на ваш взгляд все-таки травма является неким стимулом для переосмысления себя, то есть травма может это спровоцировать. Ну, например, человек очень любил деньги, ну, опять же, такой черно-белый пример, а потом вдруг осознал, что материальное не столь значимо, не столь важно. Это ведь не всегда происходит в благоприятных условиях, нужен какой-то стимул, чтобы человек изменил свое мышление. Вот травма это стимул? Травма может быть стимулом, но, скажем так, чтобы травма была стимулом, надо в той или иной степени осознавать саму травму. То есть надо понять, что ты травмирован для того, чтобы из-за этой травмы извлечь какие-то выводы. Вот я возвращаюсь к любимому и знакомому пространству чтобы начались перемены. Человек должен для начала осознать, что он травмирован и какая травма с ним произошла и как она, как он с этой травмой старался выжить, как он сформировался, как он есть сейчас. Вот осознание всего этого дает человеку массу возможностей для перемен и для дальнейшего развития. 672-12 93-9 672-13 93-9 Программа Диагноз Неделя Звоните, задавайте свои вопросы. Пишите в WhatsApp 2306191 Когда мы говорим о посттравматическом синдроме, часто мы имеем в виду людей, которые вернулись с боевых действий, они наблюдали какие-то картинки, видели все это и это приводит к таким последствиям. Вот в жизни реальной без боевых действий вот эта посттравматика, насколько она возможны вот такие тяжелые эмоциональные переживания, которые люди переживают при потере близких или, например, если находятся в неблагополучной семье, где подвергаются насилии и так далее. Это распространенная история? Конечно. Это уже некоторое время как описано, что поначалу это начали описывать именно на людях, побывавших в военных действиях, перенесших ранения, перенесших гибель товарищей, не видевших какие-то страшные вещи. И начали описывать картину этого посттравматического расстройства. Но позже стали замечать, что в общем-то у людей, которые пережили, ну скажем так, свою маленькую войну в собственной семье. И они тоже показывали схожие картины. То есть нельзя сказать, что конечно человек, воевавший во Вьетнаме или в Афганистане или еще где-нибудь и прошли через страшные вещи, с одной стороны его вроде бы трудно сравнить с ребенком, который живет в крайне неблагополучной семье. Но с другой стороны оба этих человека и солдат и ребенок заняты проблемой выживания, заняты проблемой адаптации в этом мире. Солдату приходится жить мыслью о своей возможной смерти, ранении. Солдату приходится жить мыслью о том, что надо выживать вот в этом враждебном мире и при этом еще видеть утраты и то, что может случиться с ним, случается с окружающими людьми. Ребенок живет тоже в своем мире насилия. Ребенок живет в мире насилия, пренебрежения, унижения, чего угодно. Ему тоже в этом надо выживать. Он тоже бессознательно нарабатывает механизм выживания. Второе, что солдаты, наверное, ну, я фантазирую, я не служил, не воевал, наверное, солдаты, старшие товарищи, ветераны, сержанты, офицеры могут чему-то научить, потому что армия — это накопленный огромный опыт. Есть военные психологи, есть, я думаю, много кто, кто этим занимает. Ребенок, взрослеющий в такой среде, увы, ему не у кого учиться. Он все это должен открывать сам для себя, да еще и осознавать, пытаться, что происходит, потому что быть под обстрелом — это как-то намного очевиднее и понятнее, чем быть под обстрелом постоянной критики или оскорблений или побоев со стороны людей, которые, по идее, обязаны тебя любить и заботиться о тебе. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Вот, как вы считаете, а мы с травмой не заигрались, вот, есть такое понятие напряженные системы, то есть для того, чтобы управлять людьми, надо просто их загрузить проблемами, то есть создать напряженную систему такую, и потом люди уже не могут ориентироваться, значит, где справедливость, где добро, где зло, и получается, что в детстве никто не занимается в школах, когда дети друг друга прессуют, вот по кандидалу начали там какие-то делать телефоны, доверие, да, для детей, потом человек идет на работу, там работодатели бывают, разные, с разными тараканами говорят, там прессуют человека, потом, вот, с 91-го года у нас вообще идет... Да, вопрос задавайте, времени не очень много. По поводу русского языка, вообще русских, что это оккупанты, то есть человек, синих от человека не выдерживают такую перегрузку. Да. Я не помню, в чем вопрос, честно говоря, очередной раз. Ну да, история травм разнообразна из поколения в поколение, из исторических в исторический период. Я думаю, что эти последние годы и, может, даже десятилетия, по крайней мере, о травме можно говорить, по крайней мере, ее можно осознавать, что она есть, потому что просто ощущать себя плохим или никчемным, или пожизненно во всем виноватым и так далее. Это очень распространенная история. Просто люди понятия не имеют отсюда, им кажется, что это естественно и нормально. И люди, которые приходят к камену, часто повторяют, ну я просто должен исправиться. Это касается молодых, я просто должен стать хорошим, просто должен начать добиваться результатов, делать хорошие и правильные дела и так далее. И вот что-то вот фраза странная прозвучала, мы с травмой не заиграли. Я не знаю, что такое игра с травмой. Наверное, есть люди, это естественно, которые очень хорошо выучили историю психологической травмы и могут позиционировать себя как жертв и с помощью этого позиционирования как жертвы пытаться манипулировать окружающими, требуя для себя понимания, искупления вины перед собой и так далее. Но это было, есть и всегда будет. Я хочу к чему перейти в завершение этой передачи. У нас финал достаточно близок. Я бы, чтобы меня сейчас правильно поняли. Если человек знает о себе, что он не из самой благополучной семьи, не из самого благополучного детства, когда человек в кота влюбляется, с кем-то сближается, ему стоит для себя очень хорошо попытаться озвучить, что меня на самом деле привлекает в этом человеке, что меня к нему тянет. Я вполне допускаю, что тянуть и привлекать могут вполне себе обоюдные симпатии, излюблённость и так далее. Но со всем этим приходит тот самый бессознательный травматический багаж. И мне кажется, что человек на сегодняшний день с минимальными познаниями в психологии, то есть можно читать в интернете, в книгах и так далее, может задать себе вопрос, не похожи ли мои отношения подозрительно на то, что когда-то у меня было. Не похожи ли мои отношения на травматичные отношения. Человек, который мне нравится, значит, противоположно, это у нас привлекательный, как мы знаем, сходство. Ну, о чём основано то самое НЛП, подстраивание, движение, вдыхание и так далее. Чем больше ты похож на человека, тем больше ты у него вызываешь доверие. Так вот, если я сам травмирован, меня очень привлекает человек, который тоже что-то схожее со мной, в этом стоит задуматься. И даже не для того, чтобы если что немедленно бросать этого человека, срочно расставаться, велик шанс, что следующий будет таким же. Мне кажется, когда два человека, искренне привязанные друг к другу, но с какой-то травматической основой, способны об этом говорить, это уже много. Это даёт возможность к пониманию, даёт возможность анализу и себя, и друг друга, и к возможности прервать эту цепочку травматического сценария, начать жить не совсем с чистого листа, это невозможно, но по крайней мере с хорошо откорректированного листа, на котором осознаны и справятся все ошибки. У нас звонок ещё, здравствуйте, как вас зовут? Меня Пётр зовут. Да, Пётр. Здравствуйте. Вот я хотел бы у вашего гостя спросить такой вопрос. Почему при знакомстве с незнакомыми людьми очень часто эти люди хотят превалировать над собой, своё мнение внушить и так далее. Вот с врачами то же самое, особенно мужчины, они как-то в превосходство над собой. Ну, я, слава Богу, умею их осаживать, даже врачей некоторых, но вот почему так вот получается? Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, есть люди, которые самоутверждаются ничего спокойнее и увереннее, когда заранее определяют границы своей власти. Это люди, которые уязвимы, это люди, которые очень легко задеваемы, и они заранее, по принципу защиты это нападение, переходят в атаку. Может быть, и так. возможно, есть люди, которым очень легко разглядеть атаку и попытку подавить себя, даже вовсе в невинном проявлении. Есть люди, которые натерпелись чего-то в своей жизни и везде уже готовы дать сдачи, даже если никто на тебя не нападает. Им везде кажется атака, агрессия. Поэтому, мне кажется, стоит в первую очередь понять о себе самом, тебя действительно на атаку или ты видишь агрессию и опасность там, где их нет. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 у нас буквально пара минут остается до конца эфира. Звукорежиссер показывает, что у нас 5 минут, так что можете еще позвонить и высказать свое мнение. Также пишите в WhatsApp 230-6191. Ну вот вопрос субъективного восприятия, то, о чем говорил наш радиослушатель, я тоже как раз об этом подумал, что ведь человек не всегда объективно воспринимает реальность и часто может принять за атаку то, чего на самом деле не было. Просто человек может быть чуть жестче, чем он привык, скажем так, встречать на своем пути, и это кажется ему проявлением уже какой-то агрессии. То есть это вопрос нашего субъективного восприятия и нашей внутренней самооценки в первую очередь, то, как мы видим. Ну думаю, что происходит. Нашего собственного чувства опасности, нашего собственного ощущения уверенности в себе, то есть есть люди, которые в общем-то уверены, что способны противостоять агрессии, несправедливости, они способны поставить кого-то на место спокойно, если все будет достаточно. Есть люди, которые крайне себе не уверены, поэтому даже незначительные раздражения могут дать взрыв, вспышку. То есть, грубо говоря, человека, на которого косо посмотрели, он может попытаться ударить в ответ, ну это символически, потому что иначе он не будет чувствовать безопасности. Но это повод задуматься, если мы так резко реагируем на какие-то проявления других людей, и нам кажется, что это атака, хотя если проанализировать, там ничего такого не было. Можно ли это осознать, во-первых, когда есть проблемы с самооценкой, и во-вторых, как быть? Вадим, поводы задуматься есть все время и на каждом шагу. Все, что происходит в наших отношениях с другими людьми, самим собой, все, что вызывает какие-то сильные эмоции, первое, конечно, негативные, или какие-то поводы задуматься. В любой момент когда чувствуешь себя уязвленным или ощущение, что это с тобой уже когда-то происходило, это тоже повод задуматься. Вообще задуматься никогда не лишним, можно прийти к любопытным выводам, которые позволят тебе добиться просто удивительных изменений в жизни. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов был с нами на прямой связи. Спасибо, Ариэль. Встретимся с вами через неделю.